Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня мы с вами разгнём Писание и почитаем нечто из Ветхого Завета. Ветхий Завет требует нашего внимания зачастую больше нового, потому что он богодухновенен, он насыщен святейшими смыслами, он полезен для научения человека ко всякому доброму делу, для вразумления, для спасения, для всего того, о чём говорит Павел в послании к Тимофею. Сегодня мы откроем с вами книгу пророка Иезекииля и прочтём из неё несколько моментов, несколько фраз священных с тем, чтобы немножко обогатиться. Иезекииль непрост. Он в числе тех пророков, которые читаются не всегда и не всеми. Евреи совершенно справедливо полагали, что Писание нужно давать человеку пораньше, и давали его мальчику в 12 лет. Вот имейте в виду, что наши дети уже в этом возрасте, в 12 лет, являются в том возрасте, когда можно им читать Священное Писание. У евреев есть такой священный обряд бар-митсва, который означает «сын Завета», мальчику дают Писание в руки, он читает вслух, и с этого момента он вступает в завет с Торой. То есть он сын Торы, он сын слова, он читает Писание. Это очень важно. Но не всё сразу. Вначале притчи, псалмы, книгу бытия, а потом остальное. И есть некоторые книги, которые нельзя читать до 30 лет. К ним относятся, например, песни «Песни Соломона». К ним относятся, скажем, тот же Иезекииль или Исаия. По своей глубине и высоте они представляют большой труд для человека несозревшего. Они могут соблазнить его, прибить его величиной своей. И нам нужно знать, что не всем, не всё, не всегда одинаково. Это очень правильно, очень мудро. Вот Иезекииль считался только зрелыми людьми по достижении полного совершеннолетия. В 14 главе этой книги есть очень интересное место. Вообще она вся интересна. «Пришли ко мне, говорит Иезекииль, он был священником, жившим в Вавилоне, в пленении. После пленения Иерусалима он был уведён в плен и жил одновременно с Иеремией. Иеремия жил в Иерусалиме на развалинах, а Иезекииль в Вавилонской стране. И они духовно общались. И вот он говорит, «Было ко мне слово Господне. Пришли ко мне несколько старейшим из дома Израилева. Сели пред лицом моим». И Господь говорит Иезекиилю, «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце своё и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Имеется в виду следующее. Они пришли к нему как к пророку для того, чтобы вопросить Иезекииля, пророка, о том или ином деле, что скажет Господь. Так мы приходим к прозорливым старцам. Говорим, что у меня дочка выходит замуж, а я боюсь, тот ли это человек. Как вот Слово Божие скажет, есть ли воля Божия, чтобы брак состоялся или нет, например. И надеемся, что человек просвещенный от Бога, имеющий чистое сердце, имеющий открытое ухо, одним ухом слышащий Господа, скажет нам Слово Божие. Так вот приходили к Иезекиилю. И вот Господь Иезекиилю говорит, пока они перед ним сели, что у них идолы в сердце. Они допустили идола в сердце своё, поставили соблазн нечестия пред лицом своим. Могу ли я им отвечать? Посему говори с ними так, говорит Господь. Так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце своё и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим, и придёт к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Нет. Пусть дом Израилев поймёт в сердце своём, что все они сделались через идолов чужими для меня. Посему так скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог. Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших. Отвратите лицо своё. Мы сегодня живём в период, когда идолов вроде бы нет. Ну, поднимают головы разноязычники. Всякая, там, рун, вира, там, ещё какие-то вещи, там, тоска под дождь Богом и Мокошем и Велесом снедают многие сердца. Но не так уж многие. Большинство из нас чужды идолопоклонства вообще. И мы сегодня живём в блаженные времена, когда нет идольских капищ, когда там не дымятся смрадные жертвы, когда там не скачут вокруг них по ночам или там по вечерам там в полную там или в половинчатую луну там беснующиеся мужчины и женщины в веночках, например, там, каких-то балахонах. То есть этих гадостей мы счастью не зрим. Оно где-то точечно, капельно присутствует в нашей жизни на Маргинесе, где-то на периферии нашей жизни. Мы живём в блаженные времена отсутствия идолослужения. Нету храмов, посвящённых Астарте, Хамосу, Адонису, там, не знаю, кому ещё, Венере, там, Перуну. Нету их. Боже благословен, будь и вовеки, значит, что мы наслаждаемся миром и не видим идолослужения. Но, оказывается, идолослужение, кроме внешних своих проявлений, имеет ещё такую вещь, возможность такое жить, как внутри человека. Оказывается, можно поставить идол нечестия в сердце своём и прийти к Богу, и спрашивать Бога о чём-то. И тогда Господь говорит, «Я, Господь, отвечу ли Ему при множестве идолов Его?» Какие это идолы, братья и сестры? Дело в том, что бесовская – это жизнь, и идолослужительная жизнь, она распределяется, как река по рукавам, по страстям. То есть есть боги гнева и войны. Такими, скажем, у римлян был Марс, а у греков Арис. Римляне копировали греческую Теогонию. Есть боги похоти, распространённейшие эти боги, в кавычках с маленькой буквы «боги», которые занимали собой сознание людей в древности повсеместно. Это и Венера с Афродитой, соответственно, у греко-римской культуры и цивилизации. Это различные астарты, те же у вавилонян. И сродных им народов – это как раз те культы, которые пленяли евреев своим развратом и пышностью. Это культы, связанные с храмовой проституцией, со священным развратом. Это всё есть до сегодняшнего дня, к примеру, в Индии, в некоторых других местах. Есть такое типичное, такое простейшее, понимаемое нами явление, такое идолопоклонство, как сребролюбие, о чём говорит апостол Павел, что всякий сребролюбец есть идолослужитель. Деньги сами по себе являются вспомогательным таким предметом, они нужны, без них нельзя, их нужно зарабатывать, их нужно ценить, нужно правильно тратить, нужно ими делиться, и нельзя им поклоняться. Нельзя им служить. Нужно, чтобы они служили человеку, а не человек служил им. В противном случае это идол, и он занимает своё место в сердце. Вообще, идол стремится утвердиться на каком-то священном возвышенном месте. Самое возвышенное место в человеке – это его сердце. Идол стремится проникнуть внутрь. И всякий из нас, кто порабощен той или иной страстью, он носит в себе идолов своих. Он внутренний идолопоклонник. Он по наружности может быть христианин, верующий в единого Бога человек, но коль скоро порабощен какой-либо страстью и грехом, он является идолопоклонником, и он служит идолу своему, и кадит ему, этому кумиру, и кланяется ему, и потом приходит к Богу вопрошать Бога о том или ином, и Господь спрашивает его, могу ли я, Господь, при множестве идолов твоих, давать тебе ответ. Это, повторяю, 14 глава пророка языки, или вы почитаете его, наверное, сами. Тут есть вообще чрезвычайно важные вещи на каждой странице буквально этого пророчества. Это, в частности, говорится о том, что нечестие людское может настолько огустевать и доходить до таких странных пределов, что если бы нашлись, говорит Иезекииль, Бог Иезекиилю говорит, если бы нашлись в народе сегодня такие мужи, как Ной, Даниил и Иов, Ной, спасший мир от потопа в восьми душах, Даниил, чудно молившийся в плену, и львы не трогали его ради святости, Иов, страдалец, образ страдающего праведника, если бы эти трое нашлись, то они бы праведностью своей не спасли бы никого, только свои души, даже детей бы своих не спасли. То есть до такой степени иногда бывает грех силен и человек нечестив, что величайшему мужу не способны за собой тащить в светлую сторону никого, даже и детей своих. Страшное дело, братья и сестры. И очевидно все от того, что идолы расплодились, но не снаружи, а внутри. Ну а если идолы внутри, то они будут и снаружи. То есть их нет сейчас снаружи, только потому, что их пока еще не так уж много, до критической массы не дошли ни внутри. Но чем больше их будет, больше будет и снаружи появляться. Итак, будем читать Писание. По слову Златоуста, две самые главные вещи в жизни – это воспитание детей и изучение Писания. И то, и другое удерживает мир от конечного растления. Мы же с вами прочли 14 главу частично пророка Иезекииля о идолах внутри. И дай Бог, чтобы наше сердце было чисто, о чем мы часто молимся словами царя Давида. Сердце чисто, созижди во мне Божий, дух прав, обнови во утробе моей. Доброй ночи, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин